В начале февраля Даг Шифтер, нью-йоркский водитель с 30-летним стажем, приехал сюда, к зданию Горсовета Нью-Йорка. За несколько часов до этого в Фейсбуке он опубликовал список своих проблем, что он должен работать более 100 часов в неделю, что он потерял медицинскую страховку и должен кредитным карточкам тысячи долларов. Во всех своих проблемах Шифтер винил городскую администрацию. Здесь, у здания Горсовета, Шифтер застрелился. Шифтер не единственный. За последние 4 месяца их было четверо. Таксистов, которые больше не смогли так жить. Их тушили долги, городские штрафы и собственная неспособность прокормить семейных гробов у входа в Горсовет. Это память о них. Мой лучший друг Никонор Акишор, я знал его 30 лет, мы дружили семьями. Он больше не мог этого носить. Но я это вынесу. Я умру в борьбе. Я этого так не оставлю. Это мое право, потому что я вложился в этот город. И теперь город меня обборовывает. Желтое такси – такой же символ Нью-Йорка, как небоскребы или статуи свободы. Когда-то для мигрантов, которые сейчас составляют 90% водителей желтых кэбов, это была желанная работа. Медальон, лицензия на вождение такси стоила под миллион долларов. Но никто не сомневался в том, что это выгодное вложение. Медальон можно было перепродать, сдать в аренду или даже передать по наследству. А еще таксисты рассказывали пассажирам истории о своей жизни и о других пассажирах, создавая своеобразную устную летопись мегаполиса. Десятилетиями система желтых такси в Нью-Йорке работала хорошо. Она не была идеальной, но она работала и для таксистов, и для горожан. Таксисты хорошо зарабатывали, платили за образование своих детей, имели нормальную пенсию. А сейчас система не работает. Цена лицензии упала на 90%. Городские власти, которым я и принадлежу, должны решить эту проблему. Проблема возникла пять лет назад, еще при администрации Майкла Блумберга, когда на улицах появился легальный частный извоз Uber и Lyft. Нью-Йоркцы начали осваивать заказ машин через мобильное приложение. Количество желтых такси в городе уже тогда было ограничено властями. Не более 13,5 тысяч. Однако для компаний-перевозчиков квоты вводить не стали. И сегодня в Нью-Йорке число частников, составляющих конкуренцию таксистам с лицензиями, оценивают в 60 тысяч. То есть их почти в пять раз больше, чем водителей желтых кебов. В общем, соперничество явно не на равных и не в пользу таксистов. Очевидно, что Uber и Lyft предлагают услуги, на которые откликаются пассажиры по всей стране. У них хорошее обслуживание, разные машины, и людей это привлекает. Комиссия по такси и лимузинам Нью-Йорка проводит в жизнь законы, которые горсовет принимает в отношении такси. Билл Хайнзен глубоко сожалеет, что сложившаяся ситуация привела к самоубийствам таксистов. Около трех лет назад горсовет представил на рассмотрение законопроект, который ограничил бы число Uber'ов и Lyft'ов на улицах города. Мэр поддерживал этот законопроект, и мы его поддерживали. Но законопроект не прошел, потому что против него выступило много лоббистов. Пока корпоративные интересы побеждают, комиссия пытается помочь таксистам другими способами. Созданы два приложения для вызова желтых такси – Кёрп и АРО. Тарифы на проезд стали более гибкими, как у конкурентов. Я хочу работать, очень хочу. Я готов работать каждый день, чтобы нормально зарабатывать. Я обожаю водить такси. У меня есть образование, но я выбрал эту работу. Но если я не смогу зарабатывать, моя любовь к этой работе не поможет. Будущее желтых такси их водителей трудно назвать радужным. Если их в итоге смоет с улиц мегаполиса волна всеобщей уберизации, наша жизнь, наверное, станет чуть ли не колоритной. А строчка из песни Вилли Токарева «А почему Нью-Йорк зимой и летом желтый» не всегда потеряет свою актуальность. Почему Нью-Йорк зимой и летом желтый, а потому что... Виктория Пучиненская, Владимир Бадиков, Рамон Тейлор. «До настоящее время Америка» и «Ее». Пучиненская, Владимир Бадиков, Рамон Тейлор.